Мой бизнес. Добрый день, у микрофона Ольга Болезина. У нас в гостях сегодня целая делегация сферы бизнеса, замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства Лариса Агалакова. Добрый день. И амбассадоры бренда Мой Бизнес в Кировской области, руководитель группы компании Юлия Долгаршиных, Юлия Долгаршиных. Здравствуйте. И руководитель сети «Кофейн Кофе Улайк» Никита Семиларский. Добрый день. Мы сегодня подводим итоги года реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. Год выдался сложный, испытательный, можно так сказать. И у нас Министерство экономного развития чуть ли не самым важным стало в этом году, потому что и вопросы, и просьбы все адресовались туда. Давайте коротко, наверное, по цифрам каким-то пройдемся для начала. Что успели в этом году, что сделали, что было запланировано. Действительно, 2020 год оказался нестандартным, необычным. Он нам всем, скажем так, поставил вызов перед бизнесом, перед органами власти. Но, несмотря на это, 2020 год все и показатели, и планы, и мероприятия, которые были предусмотрены национальным проектом, они были реализованы. Конечно, много мероприятий не состоялось. Одна из наиболее востребованных мер поддержки, существовавшая во все времена, это выставочные мероприятия. Они, к сожалению, в этом году практически не были проведены. Кроме того, нестандартна была ситуация, что почти все мероприятия у нас проходили оффлайн и онлайн. Меры поддержки многие оказывались точно так же онлайн и оффлайн. Но, несмотря на это, и даже в период закрытия ни на один день, ни на один час Центр Мой Бизнес не прекращал свою работу. Поэтому по итогу 2020 года услугами Центра Мой Бизнес воспользовались около 3000 предпринимателей и более 400 физических лиц. Количество услуг, которые оказал Центр Мой Бизнес, это порядка 6000. Из них 400 услуг – это антикризисные. Это много или мало? Ну, если сравнивать с прошлым годом, 4000, то есть на 2000, это практически на одну треть. Несмотря на пандемию, услуг Центра Мой Бизнес оказал больше. Провели 15 обучающих мероприятий. Это тоже немало. В прошлом году их меньше было, 10. И наиболее популярные обучающие проекты «Начни свое дело», «Бизнес, старт», «Эксель для бизнеса», «Интернет-маркетинг» мы провели еще и по два потока. То есть можно еще приумножить количество обучающих проектов. Впервые мы в этом году провели такой обучающий проект для предпринимателей в сфере ЖКХ, который у нас неожиданно приобрел общероссийский масштаб. Первый раз мы провели обучающие мероприятия по франшизе. Причем тоже два обучающих проекта. Один, как купить франшизу, а второй проект, как упаковать свой бизнес во франшизу. И были спикеры, опытные эксперты как федерального, так и регионального уровня. Вот у нас среди экспертов как раз наши амбассадоры были. Никита Семиларский, Юлия Долгошиных, которые сегодня здесь с нами. Я думаю, что они тоже поделятся впечатлениями. И 820 консультаций получили предприниматели в центре «Мой бизнес». Бесплатно. Бесплатно. То есть все мероприятия для бизнеса, они бесплатные. И как раз в условиях трансформации бизнеса услуги юридические, бухгалтерские, по маркетингу, по трудовым спорам, они были очень востребованы в текущем году. Займов у нас уже выдано 575, и каждый день до конца года еще продолжается выдача займа. То есть уже более чем на 700 миллионов выдано займов. Будет еще больше эта цифра к концу года. У нас остается несколько дней. Как показывает практика, мы в это время тоже выдаем заявки. Каждый день поступают заявки от бизнеса на займы. Нужно сказать, что вот ставки льготные, но, как я понимаю, интерес, как будто прорыв какой-то, что ли, произошел именно в этом году. Ну, вот по ощущениям, да, именно к льготным займам, которые дается через государство, чтобы не ходить. К кредитной организации. Да, да, да. Ставки льготные. И вот тоже хотелось бы сказать, что на ВКС Минэкономразвития России были отмечены топ-5 центров Мой бизнес России как раз по активности и по деятельности микрофинансового направления. И вот Кировская область, мы вошли в пятерку лучших по микрофинансовому направлению. Это говорит и об организации самого процесса в центре Мой бизнес, от деятельности нашей команды, но и о том, что наш бизнес в Кировской области, несмотря на пандемию, развивается. И такая мера поддержки, как льготный займ, она оказалась очень востребованной. Ну, я вот посчитала, если поделить количество денег, которые выдали на количество займов, миллион двести в среднем получается. Совершенно верно. К амбассадорам вопрос. Приходилось вам пользоваться именно займами от Мой бизнеса? Ну, я второй год являюсь амбассадором Моего бизнеса и могу сказать, что в этом двадцатом году я максимально использовала все возможности, которые только можно было воспользоваться в центре Мой бизнеса. Во-первых, я действительно выступала спикером даже не на одном мероприятии обучающим, да, и по франшизе, и в женском бизнесе. И достаточно интересны эти проекты. Я увидела, насколько они шагнули вперед в плане организации, даже если сравнивать с прошлым годом, и, в общем-то, с некоторыми обучающими мероприятиями в нашем городе, которые проводятся там другими компаниями, провайдерами. Что касается консультаций, я также в этот период времени получала консультации для себя как предприниматель. Многим сказала, что, ребята, у очень многих нет в штате юриста, там, я не знаю, бухгалтера, персональщика, других специалистов, и это действительно бесплатная вещь, которую можно получить абсолютно со всей законодательной базы. То есть мне очень так понравилось, я всем об этом рассказываю. Ну и здесь под конец года тоже я решила воспользоваться займом, вот мы подали документы, и надо признать, почему я не пользовалась этим раньше. Наверное, всё-таки такая массовая информационная поддержка была осуществлена именно вот в этом 2020 году. Я сама как амбассадор сейчас могу предоставлять грамотную информацию и рассказываю, чем занимается мой бизнес. И действительно, это такая организация, которая, как оказывается, делает очень многое. Почему как оказывается? Потому что мы как предприниматели варимся обычно в своём соку и не знаем там кто, где, что, и нам вообще понятие помощь, ещё и бесплатная, это вообще кажется... Не мешайте работать просто обычно, да, говорят. Да, 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 какая-то не наша тема. А оказывается, есть действительно такие услуги, действительно бесплатные. Вот, поэтому я считаю, что не зря входит наш кировский «Мой бизнес» в пятёрку, вошёл, и мне кажется, не только по микрозаймам, а в принципе по организации работы, особенно вот в этом непростом действительно 2020 году было всё сработано очень хорошо. Никита, а вы, кроме того, что вы тоже, наверное, как амбассадор рассказываете, да, коллегам о центре «Мой бизнес», об услугах, о поддержке? Выступаю тоже в этом году прямо активно, и, ну, что хочу сказать, наверное, самое классное, самое востребованное, что было, когда 25 марта, наверное, объявил наш президент о нерабочих выходных, нерабочих выходных, ну, как-то это сложная терминология. Я просто помню, это было, наверное, 8-9 вечера, и ты... А завтра закрываться, да? Ну, то есть вообще полное непонимание, и вот, наверное, там несколько дней, вот мы как раз там через специалистов, там тоже центр «Мой бизнес», прямо горячая линия была организована, и просто были постоянно консультации. А можно, а нельзя, то есть как работать, как не работать, ну, то есть у всех было полное непонимание, но, тем не менее, то есть вот именно тогда, это был, наверное, такой первый звонок, когда мы начали все активно обращаться за консультациями. Впоследствии, конечно, ну, я от себя могу что сказать, что в этом году, то есть мы когда-то еще тоже встречались тогда, вот, действительно, в этом году мой бизнес-центр стал очень слышным по сравнению с прошлыми годами. Это стало более современно, то есть появились и в социальных сетях, и вот, да, мероприятия, которые стали проводиться, они стали в ногу со временем, да, то есть вот темы были абсолютно актуальны, которые вот нужны прямо сейчас, вот особенно в этот непростой год. Я только рад, что мой бизнес в этом году, эта компания, она действительно помогает. Когда на последнем мероприятии я выступал перед, так понимаю, это были, наверное, студенты-школьники, вот в студии 101, это был какой-то финал конгресса молодежного. Я очень был ващен вот ребятами молодыми, да, то есть которые пришли, они были настолько там вот с горящими глазами, я для себя сделал вот, что все-таки поколение еще едет. Не всеми считают стать чиновниками, да. Просто в этом году действительно у всех, то есть вот особенно с крупными предпринимателями общаешься, ну, очень много такого пессимизма, а вот ребята молодые, прямо они все горят, и вот от них заряжаешься этой энергией положительно, и это очень здорово. И как раз надеюсь, что в центре мой бизнес, наверное, тоже, то есть ребята молодые идут, им помогают, и сейчас, наверное, самое такое время, нужно начинать, нужно делать бизнес. В этом году запустили несколько антикризисных программ, антикризис, вот, займ и для онлайн-стартапов. В следующем году они сохранятся вообще, вот на что рассчитывать бизнесу, начинающему, даже, может быть, рискующему сейчас в 2021-м? Эти два продукта в центре мой бизнес пока у нас остаются. Мы понимаем, что еще бизнес не восстановился, еще не все 100% у нас работают, работают все равно с определенными ограничениями, поэтому эти продукты мы оставляем. Кроме того, вот тоже очень важное направление, мы для себя в центре мой бизнес четыре новых направлений в этом году подготовили, сделали, реализовали мер поддержки, которых до 2020 года не было. Ну, мы тоже переспределяем финансовые ресурсы, которые были, например, на выставке, да, на другие меры поддержки. А вообще большой бюджет, простите, вот на год по проекту? На 2021 год был именно на услуги центра мой бизнес, я не беру микрофинансовые услуги, вот почему еще мы активно сработали, мы не отказываемся никогда ни от одной копейки. На МФО, именно на льготные займы Кировской области дали 200 миллионов федерального бюджета, это очень хорошая сумма. А непосредственно на мероприятия центра мой бизнес, ну, около 50 миллионов, это меньше, чем в прошлом году, а вот на следующий год еще меньше, к сожалению, будет, но мы тоже изучаем, какие меры поддержки наиболее востребованы, какие мы можем бесплатно организовать, поэтому те меры поддержки, которые в этом году были востребованы, они будут, и бизнес не пострадает. Популяризация предпринимательства, то есть это новая мера поддержки, ее не было, мы финансируем создание сайтов, доработку, разработку сайтов для наших предпринимателей-производителей. Планируем на 2021 год по запросу бизнеса еще в эту категорию, которые могут воспользоваться такой мерой поддержки, включить именно предприниматели из пострадавших отраслей. Второй вид поддержки новый, это сертификация товаров, работ, услуг, производимых предпринимателями. Дальная мера поддержки раньше была доступна только экспортерам и участникам кластеров. С 2020 года наши производители, если им необходимо оформить добровольную сертификацию или обязательную сертификацию для того, чтобы вывести свой товар, работу или услугу на региональный рынок, межрегиональный рынок, мы им финансируем. До полумиллиона рублей на одного предпринимателя могут воспользоваться такой мерой поддержки. Упаковка бизнеса во франшизу. Проведя вот такие два мероприятия, мы поняли, что востребована эта мера. То есть наши предприниматели готовы свой бизнес упаковать во франшизу. Поэтому мы тоже эту меру предусмотрели. Пока немного у нас предпринимателей, но тем не менее заявились. Будем помогать и финансировать данный вид направления. Так, а вот, кстати, по поводу франшизы. Наши гости тоже работают в этой сфере. Вы почувствовали, что это какая-то подушка в условиях кризиса или без разницы, по франшизе или свой? Бизнес по франшизе – это свой бизнес. Поэтому, в общем-то, здесь ты в любом случае сам за себя отвечаешь и сам создаёшь свою подушку. Естественно, есть какие-то плюсы у разных компаний разные. Кто-то консультациями помогает, кто-то там какой-то процент снижает, отгружает без предоплат. Ну, различные вещи есть, да. Но в любом случае это бизнес твой, поэтому ты сам за него несёшь ответственность. И тут за тебя никто ничего не сделает. Никита? Ну, абсолютно согласен. Здесь ещё важный факт, что франчайзинговый бизнес, он чем востребован? Что это очень быстрый рост. Сейчас очень много компаний. Почему приходят франшизы? Потому что ты за год можешь открыть 50 филиалов, сразу стать лидером. Я согласен, есть в Кирове компании, которые достаточно интересны, которые можно было бы продвинуть на российском рынке. Именно когда вот случилась пандемия, действительно, франчайзинговая сеть, она тоже чем она хороша. На примере того же Куфилайка у нас были, ну, то есть у нас есть там партнёры во Владивостоке, в Москве. Карантин, эти ограничительные меры, они везде были разные. Ну, то есть вроде бы везде одинаковые, но где-то что-то начиналось раньше. То есть у кого-то что-то уже произошло, попробовали, вот там, не знаю, тут там доставку запустил, тут ещё что-то сделал, тут обмен. Опытом с разных регионов, да, нашей большой необъятной страны, вот он очень ценен и помогает, так скажем, оставаться на плаву. И действительно, когда ты один, ну, сложно, страшно, у вас много, это ничего не страшно. Да, ну и четвёртая мера поддержки, конечно, это выход на электронно-торговые площадки. То есть здесь мы тоже финансируем необходимые затраты и в рамках торгов по 44-го, по 223-го, то есть эта мера тоже оказалась востребованной и в следующем году будет продолжена. Помимо обучающих проектов, это помимо консультации, льготных займов, поручительства, когда не хватает залога и более крупную сумму предприниматель берёт в банке, мы за него выступаем поручителем, центром бизнеса. У нас ещё есть такая услуга и пользуются предприниматели. Весь спектр наиболее востребованных услуг в 2021 году также будет оказываться в центре моего бизнеса. А что с выставками? Уверены, что они всё равно возобновятся, несмотря на ограничительные мероприятия. У нас поступают предложения, некоторые регионы всё-таки проводят выставки, поэтому мы на март месяц запланировали несколько индивидуальных выставок и заявки собрали, предприниматели заявились. Про помощь кластерам вы упомянули, вот в этой массированной информационной в течение этого года, можно сказать, компании. Об этом не особо говорилось, расскажите. Центр мой бизнес, ещё раз напомню, это такая вот махина, я её называю, которая включает в себя несколько структур. В других регионах это отдельные юридические лица. Поскольку мы не самый богатый регион, мы не можем себе позволить множеству управленческого аппарата с руководителями, с бухгалтерами. Поэтому у нас на одном юридическом лице, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства под брендом «Центр мой бизнес», у нас существует государственная микрофинансовая организация, региональная гарантийная организация, центр поддержки предпринимательства и центр кластерного развития. Ещё фонд является единым органом управления организациями инфраструктуры. То есть те, кто располагаются на территории «Центра мой бизнес», это центр поддержки экспорта. И вне территории это агентство по развитию моногородов, фонд развития промышленности, корпорация развития Кировской области. То есть на самом деле институтов поддержки бизнеса, их немало на территории Кировской области. И вот центр кластерного развития тоже оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, участникам кластера. То есть там более широкий спектр поддержки. Тут могут быть и научные исследования, и маркетинговые исследования, это и публикация, скажем так, в различных СМИ, журналах, научных. То есть здесь речь идёт о поддержке неких инновационных продуктов. У нас пока два кластера – биотехнологические и биофармацевтические. Они объединяют в своей структуре не только бизнес малый и средний, но и крупные предприятия, научно-образовательные организации, органы власти. Что очень радостно, бизнес Кировской области, он вообще потрясающий. Несмотря на пандемию, мы ещё до пандемии собирались с представителями народных художественных промыслов, с представителями туристской деятельности. И вот в этом году разработана стратегия туристско-рекреационного кластера. Кластеры информационных технологий, они уже находятся на утверждении в правительстве Кировской области. Ещё в этом году начата работа по созданию кластера лёгкой промышленности. Объединение и выстраивание межкооперационных связей между малым и средним бизнесом, крупными научными, общественными, образовательными организациями в части подготовки кадров и возможность получения в том числе мер поддержки ещё по линии Центра кластерного развития. Мы надеемся, что это как раз станет толчком и вот той возможностью для развития малого и среднего бизнеса конкретной сферы. Вот это очередное подтверждение мысли, которое уже Никита сказал, что один в поле не очень воин, а когда ты не один и есть какая-то поддержка, то так гораздо проще. В 2021 год с оптимизмом смотрим. Да мы вообще с оптимизмом смотрим на эту жизнь, иначе нельзя. Хочу под конец нашего эфирного времени задать вопрос, попыталась поставить выбор перед вами, чтобы он был не самым простым. Из мер поддержки, например, что самое главное? Деньги на сайт, просто деньги или горячая линия Центра мой бизнес? Можно я отвечу из актуального, наверное, для малого бизнеса. Действительно, самое тяжёлое, что было, это отмена ЕНВД. И сейчас вот рассматриваем как раз закон про снижение ОСН. Вот это, наверное, поддержка, которая просто позитивно даёт смотреть на следующий год. То есть, если у нас ОСН действительно будет 1%, это поможет, по крайней мере, как минимум, не закрыться очень многим предпринимателям, которые работали до этого на ЕНВД. В целом, действительно, для любого бизнеса, я считаю, что, если не смотреть на это, то есть три базиса. Это команда, инвестиции и идея сама. То есть, идея, она всегда на предпринимателях, команда тоже, да, а с деньгами, если будет мой бизнес помогать, и это будет очень хорошо. Деньги, они действительно, они на самом деле, их не так сложно получать, инвестиции. Хочется, что их мой бизнес и наш фонд поддержки предпринимательства выделяют. Хотелось бы просто, чтобы это, может быть, было ещё проще. То есть, вот сейчас в этом году, в год пандемии, мы тоже все столкнулись, все крупные холдинги стали работать онлайн. То есть, тебе даже не надо приходить, там все документы, всё онлайн собирается в один клик. Вот в эту сторону бы хотелось тоже ещё двинуться, чтобы с минимальным участием, то есть, намного чем проще, тем лучше, чем меньше времени, меньше ресурсов бы тратилось как раз того же центра, то есть, меньше сотрудников держать, чтобы можно было получать какую-то поддержку прям онлайн в один клик. К этому хочется стремиться. Стремимся. Я ждала как раз паузу, что скажут, что всё равно, конечно, самое востребованное мероподдержки – это льготы по налогам. Даже не деньги. Да, да. Вот непрямые субсидии. Спасибо. Наше эфирное время подошло к концу. Мы говорили о проекте по поддержке малого и среднего предпринимательства с замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Ларисой Галаковой и амбассадорами бренда «Мой бизнес» в Кировской области, предпринимателями Юлией Долгаршиных и Никитой Семиларским. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо. До свидания. Мой бизнес. Мои решения.